Первыми в этом году пишут ЕГЭ вовсе не выпускники. Для проверки процедуры экзаменов за партой сели их родители, а также известные общественники, спортсмены и актеры. Такая традиционная акция ежегодно собирает полная аудитория. Правила как для школьников, в класс можно зайти только после сдачи на хранение личных вещей. В первую очередь телефонов и умных часов. Основные задания были, значит, ответы краткие, задания с кратким ответом. Задания должны были, нужно было выбрать из текста антонимы. Я думаю, что в данном случае это задания простые, понятные, доступные и нужно было написать сочинение. В классе работают видеокамеры, шпаргалки под запретом, с собой только ручка и паспорт, все как на настоящем ЕГЭ. Преподаватели объясняют правила поведения, заполнение бланков, которые открываются при участниках экзамена. Госэкзамен я сдавала 7 лет назад, но сейчас я не прочь проверить свои знания и узнать, изменились ли требования к сдаче экзамена. Я считаю, что сегодня, кто принимал участие в данном экзамене, родители, представители структуры ведомств справились с данным экзаменом в полном объеме. Потому что задания были очень интересные, но они из разряда именно школьной программы. Акция была придумана для того, чтобы родители и общественники на себе прочувствовали, каково это сдавать ЕГЭ, которого в их школьные годы не было. Те, кто проходил такую процедуру, понимают, что помимо багажа знаний, здесь важны психологические настрой и уверенность в своих силах. Но волнение все равно есть, и не только у детей. Интересно было поучаствовать, волнительно, внимательно все слушала, мысли путались, пыталась все это понять. Но интересно послушала, попробовала, надеюсь, написала правильно. То есть для меня, может быть, это сейчас было что-то новое такое, а для наших детей это не первый раз. То есть они не пришли сюда и увидели это впервые. То есть они уже проходят какой-то период подготовки к этому. Я как приемный родитель, у которого 7 детей и 5 из них, которые проходили эту процедуру. И так как я уже давно закончила школу, мне было очень интересно попробовать, какие же ощущения у моих детей после экзамена. Мы как родители, мы поддерживаем своих детей всегда. Вообще сложности нет никаких. Единственное, с чем я столкнулась, это с заполнением формуляров. Но если ребенок с этим справится, то с экзаменом у него обязательно все получится. Главное отличие пробного родительского экзамена от настоящего – это сокращенный вариант. На работу над ним отводится 30 минут, а не 3,5 часа. Удивительное ощущение того, что у тебя остается все меньше и меньше времени, если нужно что-то дописать, меня крайне напугало. Но я думаю, что у детей будет гораздо больше времени, у них 3 часа 30 минут, они все распределятся хорошо, и тем более они пишут какие-то пробные экзамены, насколько я знаю. Для меня самая большая проблема стала отсутствие времени. И, конечно, для испытателей главная не оценка их знаний, а личный опыт. Участие в подобной процедуре помогло многим развеять страхи перед ЕГЭ, понять правила его прохождения, чтобы успокоить перед главным школьным экзаменом своих детей.